Доброе утро Полтава! Нормально все? Аня, желаете полтавчанам, ой, извините, доброго утра. Доброе утро Полтава! Всех хочу поздравить с праздником Спаса Яблочного. Иду сегодня освящать в собор яблоки и груши. И всех с собой приглашаю. Отлично! Те, кто не знает, я вам представлю, это Анна Кукоба. Мы сами понимаем, с кем мы разговариваем. Вы ведете активный образ жизни, в том числе и в соцсетях. И сегодня, буквально минуту тому назад, я впервые в жизни с Аней встретился воочию. Лично, да? Лично. Хотя мы в соцсетях довольно часто сталкиваемся, где-то что-то комментируем, все переписываемся. Аня, у меня такой вопрос. Ну, света нету, поэтому я немного серьезно все веду. Хорошо. Чем сейчас вы занимаетесь? Полезным для города, для страны? Вы знаете, занимаюсь, конечно, благотворительностью из полезного. Помогаю разным полтавским батальонам, помогаю детям. То есть, когда люди обращаются, всегда рассматриваю просьбу. А вот, что из последнего, в Киеве вместе с друзьями собираем тоже детей из Мариуполя в школу. То есть, покупаем портфели, ручки, карандаши. А вот такого плана. Неспокойная у вас душа все равно. Ну, вы знаете, все равно люди просят, обращаются, и, конечно, ну, неудобно отказывать. Аня, у меня вопрос такой. Несколько ряд вопросов. На сегодняшний момент, как вы видите, в городе есть что-то положительное или отрицательное? Вот как вы видите со своей точки? Вы знаете, вот я хожу по Октябрьской, да, вас вижу, свету, как бы, других полтачан. И, судя по наполняемости Октябрьской кафе и ресторанами, у меня создается впечатление, что в городе все в порядке. А мы вчера с подругой посетили шаленую шкварку, потому что вот здесь, в ближайших кафе, мы просто не смогли сесть, все забито, нету мест. Вот, то есть, я так понимаю, что все разговоры о том, что у людей нету денег, это просто разговоры. Вы у меня с языка сняли то же самое, я вижу. Мы на 8 марта с семьей, мы не смогли ни где сесть. И идем с семьей, я говорю жене, смотри, говорят, нету денег. Пожалуйста. Полностью с вами согласен. У меня вопрос еще такой. Давайте этот вопрос сразу же для себя отделим. Есть одна сторона вопроса, которая касается лично вашей семьи, поэтому мы как бы в сторону отставим это. А посмотрим глобальную проблему. Проблема переименования улиц. Как вы к этому относитесь? Опять же, часть, то мы давайте отставим в сторону, чтобы нас не заподозрили в чем-то плохом, хорошем, не важно. А вот именно в общем, как вы к этому относитесь? Вы знаете, мнение у меня, честно говоря, двояк, и я считаю, что обязательно нужно советоваться с жителями. То есть, если сами жители улицы против, конечно, не стоит делать эти нововведения. Потому что, ну, все мы понимаем сами, что и к Мазепе, и к Бандере, и к Петлюре у многих людей абсолютно неоднозначное отношение. Да, да, да. Я считаю, что городские власти должны заботиться, чтобы людям, в первую очередь, было комфортно. Просто сейчас опять поднимается, муссируется вопрос о переименовании, в частности, улицы Героев Сталинграда. Для меня, честно говоря, это больная тема. Почему? Потому что я отлично, я не знаю цифр, но я знаю, что украинцы воевали под Сталинградом. И сегодня, и погибали. Там очень много украинцев погибло. И как сейчас переименовывать, то есть, для меня это, я честно говоря... Я тут с вами согласна в этом вопросе. Мы в апреле в Вене были, и там стоит очень большой мемориал именно советскому солдату. И там никто ничего не переименовывал, никто ничего не убирал. Там тоже чтят память как украинских погибших солдат, так и российских, так и представителей других стран бывшего Советского Союза. Возможно, если общественность против, можно так и оставить? Ну, просто одна организация, она вот как бы колотит, им нравится. То ли они пиарятся на этой теме, то ли, я не знаю, они колотят эту тему, колотят, колотят. Вот никак не могут люди успокоиться. Неприятно. В частности, эта организация, в офисах у них находится переулок бывший Пионерский. Я когда захожу в этот переулок, там метров 300, наверное, этого переулка, я вижу, что переименовать переименовано, а улучшение, даже дело не в городских властях, а в локальных, по мелочам, я вижу, что ничего не происходит, лучше не стало. Ну, переименовали, одну табличку поменяли, а лучше-то, к сожалению, ничего не стало. Это очень плохо. Ну, что сделано? Ну, я с вами согласна, к сожалению, наверное, мы никак не можем на это повлиять. Мне, например, вот не нравится огромное количество активистов, которые работают за деньги, да, и сейчас вот когда нужно пролоббировать какое-то решение, там, политическое, экономическое, на любом уровне созываются активисты, да. Ну, наверное, все-таки нашим политикам в какие-то моменты нужна тишина, нужно спокойствие, нужно конструктивное дело, то есть не обязательно все нужно и можно брать на тапу. А вот вы неспокойная душа, я вижу, да, мне интересно, а как вы свою жизнь планируете дальше? Связывать как-то с городом, ну, не заниматься только, или вы планируете и дальше заниматься чисто волонтерской работой, или что-то еще? Ну, вы знаете, время покажет, у меня пока никаких нету планов, да, 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 пока работаю, занимаюсь волонтерской деятельностью, воспитываю детей, собственно, все так. Ну, вот такое у нас доброе утро, спасибо, Анна, что вы пришли, еще раз с праздником всех, удачного дня, не забудьте зайти в церковь «Яблоки», что самое удивительное, сегодня с женой утром встали, да, друг друга поздравили с этим праздником, и у нас выяснилось, что мы в этом году еще ни яблок, ни груш не ели, как-то само собой произошло, почему-то само собой. И так со спасом всех, здоровья всем, удачи! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok